Поучаствовать в развлекательно-игровом мероприятии пригласили детей в возрасте от 6 до 12 лет. Из многодетных семей, ребят, находящихся под опекой, а также детей с ограниченными возможностями здоровья. Это не простые читатели, это ребята с ограниченными возможностями здоровья, но у них не ограничен познавательный интерес. Они очень любознательные, очень добрые, очень открытые. И это особенно важно для таких ребят прийти в библиотеку. И сейчас все готовятся к празднику, я думаю, что и эти ребятки не исключение. Это долгожданный праздник для всех, и для взрослых, и детей. В том, что маленькие гости являются постоянными читателями библиотеки, мы смогли убедиться сами. В ответ на вопрос о любимой книге дети легко вспоминали героев из прочитанных произведений. Вот не поседа, у них две книжки. Ну, про непоседу, который сидел. Ну, он смешной, у него разноцветная одежда. Маленьким гостям мероприятия было предложено поучаствовать в викторинах, показать, хорошо ли они знают героев детских книг и мультфильмов. О ведущей мероприятии рассказали и множество интересных фактов о новогодних традициях в других странах. Кроме того, ребят угостили необычным тортом. В каждом кусочке торта было спрятано новогоднее пожелание, но в виде изображения. О значении рисунков детям расшифровали сотрудники библиотеки. После маленьким гостям предложили поиграть в игру саба, по условиям которой требовалось сбить шаром несколько кеглей. Какие тебе понравились игры больше саба? Ну, вот эти, где шарики надо было вывивать. В библиотеку я уже не первый раз хочу участвовать. И, конечно же, для всех присутствующих прозвучали музыкальные композиции в исполнении талантливых маленьких читательниц библиотеки. Далее ребятам предстояло справиться с нелегкой задачей. С закрытыми глазами собрать изображение Деда Мороза из нескольких фрагментов. Участники мероприятия справились с этим заданием почти идеально. Гостями библиотеки также стали педагоги из Центра юных техников ИКАР. Они пришли не с пустыми руками, а принесли детям заготовки новогодних масок, дав возможность каждому из присутствующих сделать самостоятельно симпатичную поделку. Вот это продавливается ручкой, которая не пишется, или вот так ножничками, согнутыми ножничками. Вот так продавливаем все эти места, которые у нас линии сгиба. Вот это называется линия сгиба. Она плоская у нас сейчас, да? А нужно сделать ее вот такую, чтобы она была объемная. Сделанные маски дети, конечно же, спешили примерить и показать своим мамам, а также продемонстрировали нашей съемочной группе, объяснив, почему именно выбрали маску какого-то определенного сказочного героя. Потому что мне такая нравится, потому что заяц, ну погоди, вот я и хочу. А почему заяц? Потому что руку всегда не вижу. Впечатления от игровой программы у всех остались только положительные. Дети с удовольствием принимали участие во всех веселых заданиях. Первый раз тут очень понравилось, ребенок доволен, спасибо большое. Хочащие бы таких мероприятий. Нам очень нравится, они довольны, видите, заняты. Одна маленькая пока еще ждет помощи, но эти уже во всю работают, все хорошо. В рамках мероприятия также прошло награждение участницы республиканского конкурса «Творчество. Поверь в себя». Алина Мухаммедьярова была поощрена дипломом лауреата и памятным призом за творческую работу «Моя любимая сказка». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!